Уже вторые выходные подряд на стадион «Динамо» приезжают лидеры первенства России. Неделю назад «Белоголубые» обыграли «Иртыш». Команда из Омска шла на втором месте. На этот раз в гости пожаловал Челябинск с первой строчки. Несмотря на травмы ведущих футболистов и отсутствие игроков из-за дисквалификации, хозяева смогли собраться и показать свою игру. Учитывая то, что у нас произошло, что у нас сегодня играли на месте центрального защитника, молодой парень, который вышел в профессиональном футболе третью игру, насколько я помню, если не изменяет память, или четвертую. И Максим Русланов, который переквалифицировался из опорника в центрального защитника и сыграл, скажем так, очень уверенно и очень смело. На фоне этих проблем «Динамовцы» уже на 32-й секунде нарушили правила своей штрафной, что привело к пенальти. Его гости реализовали. Потом, к счастью, ребята не сломались в первую очередь и продолжили играть в футбол. Хозяева перехватили инициативу и результат не заставил долго ждать. Так называемый гол в раздевалку на 45-й минуте забил нападающий «Динамо» Игорь Абрамов. Он же во втором тайме сделал счет 2-1 в пользу барнаульцев. Надо признать, что победил сегодня тот, кто больше хотел, больше желал. После финального свистка трибуны буквально скандировали «Молодцы». Видимо, главному тренеру «Динамо» удалось нащупать верный путь для развития барнаульского футбола. Но здесь главное не сглазить. Следующий матч «Динамовцы» вновь проведут на своем поле 22 октября. Их соперником будет сегодняшний аутсайдер «Урал-2». Дмитрий Дроздов. День с толком.